Алексей Злобин Режиссер, актер, писатель, поэт Тебя назвали в честь великого Лауренса Оливье Нос будет готов к утру, мне надо еще поработать Не сойду с этого места, пока не принесете нос Сейчас больше всего и очень многих беспокоит вопрос о том, что такое компромисс Особенно для человека, который в целом неплохо устроен в жизни Имеет свою историю, работу и профессионально востребован И при этом он должен пойти на какой-то компромисс, который делает его соучастником преступлений власти И история Алексея Злобина в этом отношении очень важна Потому что это замечательный человек, прекрасный Все его помнят, он был вторым режиссером Алексея Германа, он замечательный режиссер И когда он попал в переделку во время чудовищного превышения полномочий Со стороны московских властей и Росгвардии во время московских выборов 19-го года Все с неимоверной симпатией следили за его судьбой И не только за его, но и за его тоже Потому что все понимали, что он не является никаким политическим активистом Не является тем более каким-то иностранным агентом, как это хотят показать власти Это просто человек, который выражает свое естественное Даже не гражданское, а просто гуманистическое чувство И он попал в переделку с этого момента И он сам, и мы, и многие вместе с ним стали по-другому смотреть на происходящее Это чрезвычайно важный поворот, который касается каждого Алексей, возможно ли сегодня в России заниматься твоим ремеслом, снимать кино И при этом не прогибаться перед властью? Так грустно Мне совершенно точно понятно сегодня, что Тарковский бы сегодня никогда бы не снял Ни Андрея Рублева, ни Зеркало, никаких своих картин Потому что как-то можно было лавировать, можно было обманывать Можно было протаскивать настоящее глубокое содержание А сейчас это невозможно, потому что коридор какой-то невероятно узкий Этот идеологический И если ты не резонируешь в этом направлении То ты, собственно говоря, казалось бы Ты, собственно говоря, и не можешь найти себе выражения в сфере, которая требует коллектива, средств, возможностей и прочее Что получается, что с такой позицией вообще ничего невозможно сделать? Но тем не менее я в 2016 году, это значит, получается, сколько уже, три года назад, четыре Я поехал в Армению, внезапно был звонок, меня позвали И предложили снять полнометражную картину в Армении Съемки у нас должны были начаться 27 августа Это как раз был день кино И в Ереване тогда начались довольно серьезные волнения Потому что случилось нападение на полицейский участок Началась перестрелка Армения, маленькая страна Она поставила вопрос о том, что больше так, как они живут, они жить не хотят Они хотят жить по-другому Весь город высыпал на улице И мы тогда, я помню, собрались всей съемочной группой А я был режиссером, а все остальные были армяне Это была их ситуация, это была их страна И мы собрались всей съемочной группой И встал вопрос, а можем ли мы сегодня начинать съемки фильма Не потому, что идут волнения и толпы на улицах И такие разные манифестации А просто потому, что мы заняты, казалось бы, таким несерьезным делом Киношку снимаем, да еще и с большим комедийным содержанием Хотя там был и политический аспект Там есть такой мотив, что театр, в котором работает главный герой Его захватила партия рационально-национальной самоидентификации Вот такая партия Значит, партия носатых Они, подражая своим предкам, надевают камуфляжные, значит, бутафорские носы И провозглашают всякие разные идиотские лозунги В духе товарища Геббельса и ему подобных И тогда каждый из членов съемочной группы, все высказались Каждый высказал свое мнение И мы сообща решили делать простую вещь Мы поняли, что лучшее, что мы можем делать Что мы умеем делать И для чего мы, собственно говоря, здесь все собраны Это снимать свою картину И картина получилась хорошая Она имеет какой-то большой неожиданный резонанс По всему миру идут фестивали У нее хороший, свой глубокий, очень сильный гуманитарный посыл И она о том, эта картина, по сути, что каждый человек Каждый человек свою главную роль в этой жизни Он ее обязательно сыграет Если он будет к этому стремиться Вот сыграть свою главную роль Это и была задача фильма Чтобы выразить, что самыми неожиданными путями Самыми неожиданными способами Нас приводит к тому, чтобы мы эту роль сыграли Алексей, ты работал с Германом над фильмом «Трудно быть богом» Мог ли ты тогда представить Что сюжет Стругацких обернется реальностью? Все происходящее – это какой-то Такой затянувшийся исторический анекдот Я помню счастливый нулевой, миллениумный год Когда Герман в Чехии, Алексей Герман Снимал свою картину «Трудно быть богом» Она про то, как раз, что нельзя ни в коем случае допустить тоталитаризма Который своими зернами гнездится просто в душе человека Вот об этом, собственно, была главная история И мы все знаем, там, Стругацкий «Трудно быть богом» Средневековые реалии И снимали в замке Точник Неподалеку от Праги Значит, в районе города, такого городка Бироун И, представляете, был залит двор огромного чешского замка Был залит американской грязью Это очень символично Она так и называлась Американская грязь И вот по колено в этой американской грязи шлепала съемочная группа Состоящая из 60 российских граждан И там около 100 представителей прекрасной чешской киногруппы И в один прекрасный день Да, и все в средневековых костюмах Значит, с каким-то там оружием Бегает какая-то несчастная собака со стрелой в боку Все, значит, барахтаемся в этой американской грязи И в какой-то момент объявляется перерыв И все идут на мост На мост возле замка Под которым, под этим мостом жили в яме медведи И была такая табличка Небольшая касса, в которой можно было деньги класть И было написано «Касечка для медведев» Вот, вот рядом с этой «Касечкой для медведев» Встали красивые ребята в серых костюмах и желтых галстуках И у них была такая стеклянная урна для голосований Вот так приехали к нам представители чешского, я не знаю, посольства нашего России Вернее, российского посольства в Чехии Это было голосование за президента тогда Я не помню, какие еще были кандидатуры Голосовали за Путина Вот тогда он появился в средоточии этого средневековья И это такая была театральная, странная, какая-то буфонная история Когда люди в средневековых костюмах, в каких-то, знаешь, железных марежках Брали вот эти бумажки, опускали А рядом была «Касечка для медведев», понимаешь? И это так провиденциально И я помню, как раз идет это голосование Все побросали свои бумажки вовнутрь Потому что все спешат обратно на съемочную площадку Заниматься своим делом никому до этого костюмированного Мы-то были настоящими в средневековых костюмах И сгвазданные американской грязью люди А это был абсолютный цирк Эти приехавшие посольские ребята В своих сереньких костюмчиках с желтыми галстуками Это стеклянная касса, которая так нелепо смотрелась на фоне декорации Германа И опускали эти бюллетени Над нами кружили Это высоко в горах находится На холмах находится этот замок-точник Над нами кружили орлы И в момент, когда последний человек положил свою бюллетень Эту бумажку Раздался гром, началась гроза И в общем, короче, это все было таким вот Каким-то провозвестническим, смешным кинематографическим образом И я не знал, что это все настолько, как сказать Что это странная игра Она настолько затянется И захватит несчастную, большую, огромную Такую разнообразную страну Отечество мое Прекрасное, счастливое Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин